Для физиков разница между вчера, сегодня и завтра не больше, чем иллюзия. Альберт Эйнштейн. Что мы знаем о времени? Практически ничего. Его считают неумолимым, непостижимым, невозвратимым. И как бы далеко не продвинулась наука, время остается для нас тайным. Пока. Но человеческий гений никогда не остановится на достигнутом. И первым, кто сумел приоткрыть завесу над тайнами времени, был наш соотечественник, гениальный астрофизик Николай Козырев. Его интересовали тайны неба, загадки времени, и он считал, что судьбу ему предначертано многое свершить. Его называли вторым Эйнштейном, небесным интеллигентом, и он достиг высот в науке, не изменив себе своим принципам и своим идеалам. Николай Александрович Козырев, астроном, астрофизик. Родился 2 сентября 1908 года в Санкт-Петербурге. Отец горный инженер Александр Андрианович Козырев, дворянин. Мать Юлия Николаевна происходила из старинного купеческого рода. Начало карьеры Николая Козырева безоблачно и благополучно. В 1924 году 17-летний питерский школьник напечатал статью о звездах в научном журнале, и она привлекла внимание ученых. В том же 1924 году Козырев поступил на астрономическое отделение физико-математического факультета Ленинградского университета. Его влекло к себе небо, звезды галактики. Он изучал атмосферы Солнца и других звезд, феномен солнечных затмений. К 20 годам Козырев окончил Ленинградский университет и получил степень по физике и математике. А к 28 годам доктор Козырев был широко известен как выдающийся астроном и преподавал в нескольких учебных заведениях. Тогда новая область астрономии, астрофизика, была на подъеме. Появились возможности узнать, как звезды на самом деле выглядят и что в них действительно происходит. Это были совершенно новые перспективы, и Николай Козырев четко их видел. С 1928 года он учится в аспирантуре и работает в главной астрономической обсерватории СССР в Пулкаре. Ближний круг его общения составляли талантливые физики Иваненко, Ландау, Бронштейн. Они учились друг у друга, учили и других. Козырев преподавал теорию относительности в пединституте. В 1934 году он опубликовал в ежемесячнике английского королевского астрономического общества теорию протяженных фотосфер звезд. Она и сегодня называется его именем. Но три года спустя 29-летний астрофизик был арестован. Вину ему ставили работу на фашистов. Первый раз он был арестован по делу, которое привязали к известному ленинградскому делу. Это после убийства Кирова. Там была масса арестов. Причем он не только один. Практически весь цвет пулковской астрономии, начиная с директора и с ведущих специалистов в Пулково, были в то время арестованы. Суд длился несколько минут. Без предъявления обоснованного обвинения и без защиты. Козырева приговорили к десяти годам тюремного заключения. Тогда выше был только расстрел. Что это? Глупость? Чья-то ошибка? Предательство? Ведь невозможно предположить, чтобы астрономы, занятые наукой и небом, работали на фашистов. Однако из десяти ученых, арестованных в Пулковской обсерватории, живым остался только Николай Козырев. Первые два года так называемый фашист Козырев содержался в тюрьме города Дмитровск-Орловский. Это было место, куда привозили заключенных в расчете на то, что они не выживут. Когда в 1939 году открылись камеры, картина была ужасной. Из-за нечеловеческих условий многие из тех, кто остался жив, вышли из камер слепыми. То, что рассказал отец, он был один раз дневальным, и ночью он заснул, и его полностью разделили до белья. Украли телогрейку, шапку, все остальное. И когда пришел проверяющий и увидел это, что ворон человек спросил, а кто дневальный? Папа сказал, я дневальный есть. И в этом, как смесь рассказывал папа, вот этот охранник увидел самое большое преступление, погнал его по морозу босиком и в белье для того, чтобы сажать в карцер. В лютую зиму карцер предполагал скоротечную смерть. Однако ученый выжил. И это было воспринято им как некий знак свыше. Там, в тюрьме, Николай Козырев пришел к вере. Он хотел продолжить научную работу и очень нуждался в специальной литературе. Но ее в тюрьме не было. И вдруг ему принесли книги. Сборник Демьяна Бедного и второй том курса астрономии. Это было чудо. Божий промысел. И тогда ученый уверовал в Бога. Для многих тюрьма – это катастрофа, гибель и деградация. Но у Козырева есть бескрайний мир мысли. В его глубины ученый уходит на целые 10 лет. В 1939 году Козырева этапировали в Норильске лагеря НКВД. Поначалу он работал на общих работах, а затем был направлен в Дудинскую мерзлотную станцию в качестве геодезиста. И уже в 1940 году его расконвоировали и даже назначили директором станции. Однако в 1941 году на него поступил донос. И из-за проведения якобы контрреволюционной агитации среди заключенных ученый был арестован вторично и приговорен к расстрелу. Пункты обвинения выглядели достаточно странно. Например, подсудимый является сторонником теории расширения Вселенной. Считает Есенина хорошим поэтом, а Дунаевского плохим композитором. Заявил о том, что Энгельс некомпетентен в науке и не поддерживает его высказывания о том, что Ньютон – индуктивный осел. На суде ученый подтвердил, что действительно не считает Энгельса авторитетом в области науки. И Верховный суд РСФСР приговорил его к расстрелу. Однако ученые не дремали. Пересмотр дела инициировали друзья ученого – академики Григорий Шайн и Виктор Амбарцумян. Первый пошел к властям как директор разрушенной семейской обсерватории. Он сказал, без Козырева восстановить ее не сможем. Второй подтвердил – Козырев незаменим. И тогда расстрел заменили десятью годами тюрьмы. Десять лет – срок немалый. И находясь в заключении, ученый рассчитал наброски будущей диссертации. А позже в Северной тайге созрела его главная работа – теория времени. Позже ее назовут теория времени Козырева. Увально через год после освобождения он представил готовую диссертацию к Полкове, которая была успешно защищена и явилась одним из первых шагов в новой его биографии как ученого. Диссертация была посвящена исследованию одного странного феномена. Согласно закону физики, нагретые тела остывают и отдают свое тепло более холодным. И в результате температура всех тел выравнивается. Применительно к космосу это означает, что неизбежна тепловая смерть Вселенной. Наше Солнце, по всем расчетам, должно было уже давно выгореть, но оно светит. И это означает, что Вселенная, звезды, получают какую-то загадочную энергию извне. Но чтобы подогреть огромное Солнце даже на один градус, эта энергия должна быть колоссальной. Козырев доказал в своей докторской диссертации, что термоядерные источники не могут обеспечить энергетический расход звезд на протяжении миллиардов лет. Эти источники значительно быстрее истякнут. А поэтому надо искать какой-то другой источник энергии. И в поисках другого источника энергии Козырев пришел к выводу, что источником энергии является время. На теории времени, самой фантастической теории современной астрофизики, Козырев работал в Крыму. Ведь давно замечено, что Крымские горы – это место мистическое, тесно связанное с космосом. В Крыму Козырев провел удивительный эксперимент. Из-за скорости распространения света мы видим звезду только в прошлом. Пока свет от нее дойдет до Земли, звезда успевает сместиться в сторону. Но приборы реагировали, когда телескоп направлялся в ту точку, где реально находилась звезда. А это означало, что загадочная энергия распространяется мгновенно, намного быстрее скорости света. На материальной объекте, согласно теории относительности, не могут передвигаться с такой скоростью. Значит, эта энергия нематериальна и к нашему миру отношения не имеет. Люди религиозные назвали бы этот феномен дыханием Божиим. Философы-идеалисты признали бы это импульсом высшего разума. Но ученый, астрофизик, был обязан обосновать новую теорию. И Козырев это сделал. Козырев назвал новый вид энергии потоком времени. Причем время он рассматривал в качестве нового носителя энергии. По мысли Козырева, энергия и время это две стороны единого целого. И если мы овладеем временем, то сможем получить бесконечный источник энергии. мы сможем создавать электростанции, путешествовать по параллельным мирам. Мы сможем изучать звезды в реальном времени. И это действительно была фантастическая теория. По Козыреву время имеет разную плотность и бывает разным по качеству. Оно может расширяться и сжиматься. Может быть счастливым, а может быть трагическим. О сталинском времени Козырев сказал так. А вообще, при чем здесь Сталин? Таково было физическое свойство того времени. И действительно, время обладает плотностью и ведет себя как активный участник происходящих событий. Оно ускоряет и замедляет их. Все мы знаем, что в разные периоды время ведет себя по-разному. Оно то бежит быстро, то неожиданно замедляется. У всех народов мира время было священным и измерялось циклами планет. Но есть одна удивительная вещь. Символы небесных тел, Солнца, Луны и пяти планет, известных в глубокой древности, закреплены за днями семидневной недели. И они совершенно одинаковы. И в Китае, и в Индии, и в доколумбовой Америке почему-то, и в европейской, и в мусульманской цивилизации. Это удивительно. Однако советские академики не поняли теорию времени Козырева. Они восприняли идею ученого в штыки. Его работы ожидала нелегкая судьба. В газете «Правда», центральной газете Советского Союза, появляется письмо о легкомысленной погоне за научными сенсациями. Его авторы, уважаемые ученые, академики, Арцемович, Копица и Там. Тут же в печати началась кампания шельмования Николая Козырева. Дошло до того, что в СССР его теорию традиционно стали именовать Козыревщиной. По предложению ЦК КПСС, в Академии наук была даже создана комиссия, единственной задачей которой было найти в теории Козырева изъяны. Конечно же, они были найдены. Большие комиссии, которые занимались проверкой экспериментов Козырева, в конце концов эти эксперименты отвергли. Так что эксперименты со временем невозможно проводить. Это время проводит с нами всевозможные эксперименты. Точно такой же была в свое время реакция научного сообщества и на идеи Владимира Вернацкого. Воистину злейшие враги ученых – сами ученые. И всегда, во все времена, именно ученые были главными гонителями гениев-первопроходцев, открывающих людям неизведанные горизонты науки. Николай Александрович, конечно, можно характеризовать как гения. У него была блестящая научная интуиция. И, может быть, часть его оппонентов столь резко относилась к профессору Козыреву именно из-за того, что чувствовал, что у них такого ежедневного, еженочного озарения не бывает. К ним блестящие идеи приходят редко. Непонятно было, как относиться и к знаменитым зеркалам Козырева. С их помощью наблюдались настоящие чудеса. Эти зеркала, подобно линзам, усиливают разные виды излучения. Отец открыл свойства временных взаимодействий отражаться от некоторых поверхностей и использовал эти отражающие поверхности для зеркала в своей работе. Уже после смерти Козырева в начале 1990-х годов опыты с зеркалами проводились в Институте экспериментальной медицины Сибирского отделения Академии наук. Находясь внутри зеркал, люди могли транслировать мысли на расстояние, видели картины будущего, прошлого, а также и событий, которые происходили вдалеке от них. Когда Николай Александрович спрашивали о том, как можно отправиться в путешествие в прошлое или будущее, он иногда говорил, если бы мы смогли повернуть время спять, то мы увидели бы как бы отражение своего мира в зеркале. Уже его последователи придумывали новые схемы, в том числе и с применением зеркал в Сибирском отделении нашей Академии наук. В 1997 году новосибирские ученые провели совместные эксперименты с английскими коллегами. В Англии, в Стоунхедже, более 200 человек принимали транслируемую через зеркала Козырева информацию из Новосибирска. Ученые убедились – зеркала работают. Зеркала уже давно известны человечеству. Вогнутые зеркала с полированной поверхностью во все времена использовали прорицатели для предвидения будущего. Жрецы некоторых индийских храмов и сейчас используют вогнутые зеркала с золотой поверхностью. Но есть вогнутые зеркала, назначение которых остается тайной и по сей день. Одно из таких загадочных зеркал принадлежало крупнейшему ученому XIII века монаху Роджеру Бекону. Среди современников он стал великим магом, но сегодня мы назвали бы его ученым, стремившимся к раскатке тайн природы. Историки науки пишут, он сделал два зеркала в Оксфордском университете. При помощи одного из них он мог в любое время суток зажечь свечу. В другом же мог видеть, чем занимаются люди в любом месте земного шара. Идеи Козырева о времени настолько противоречат обычным представлениям, что физики при упоминании о них улыбаются. Мол, знаменитому ученому, открывшему вулканизм Луны, позволительно иметь свое увлечение. Николай Козырев сначала теоретически предсказал, а потом экспериментально продемонстрировал вулканическую деятельность на планетах Солнечной системы. Выброс газа из расположенного на Луне кратера Козырев зафиксировал 3 ноября 1958 года в Крыму. Луна – мертвая планета, считали ученые, и светит лишь отраженным солнечным светом. Американские астрофизики даже обвинили Козырева в преднамеренной фальсификации данных. Все выяснилось лишь через 10 лет после доставки на Землю у лунных грунтов. Американцы, стремясь загладить свою вину, наградили Козырева именной золотой медалью Международной академии астронавтики и пригласили в Америку. Было приглашение в Америку, при том было приглашение всей семье, и я даже успел похвастаться в школе, что я скоро поеду в Америку. Это было в начале 70-х годов, но поездка не состоялась. Одна из таких самых, видимо, вероятных причин была то, что когда отец поехал оформлять документы в Москву, он заодно заехал навестить Сложеницына, который в то время находился в Апале, и вернувшись, он неожиданно узнал, что поездка его прикрыта. Люди из органов всегда интересовались деятельностью Козырева, его работами, открытиями. И до самой смерти он находился у них под жестким и неусыпным контролем. Достаточно сказать, что полная реабилитация пришла к Николаю Александровичу только в 1959 году. Я помню один из визитов в нашу квартиру. Я не помню этих людей, и не присутствовал, конечно, при разговоре, но после разговора отец сказал, что приглашали опять работать на силовые структуры, и что интересует их больше всего вопрос о мгновенной связи. Ну, я спросил, что ты, как будешь? Он сказал, нет, конечно. Ученый много работал. Его интересовала не только Луна, но и другие планеты. Однажды он сказал, Венера — это удивительная планета. У нее в некотором роде противоположный ход времени. Она вращается в другую сторону. К тому же на Венере идет мощная вулканическая деятельность, и планета эта очень горячая. В 1953 году он опубликовал статью о свечении ночного неба Венеры, которую позже признают классикой в плане спектральной методики. А наблюдения 1954 и 1956 годов привели исследователя к новым выводам относительно свойств атмосферы и полярных шапок Марса. Козырев был фанатиком своего дела и очень везучим ученым. Он был очень хороший наблюдатель. Причем наблюдатель уникальный. Даже ходил такой парадокс среди астрономов, что вот Николай Александрович Козырев только подойдет к телескопу и сразу открытие. Это редко кому удавалось, потому что люди, знакомые с астрономами, и с астрономией знают, что иногда уходят не то что дни, уходят месяцы и годы у телескопа, чтобы поймать тот момент, уловить то явление, которое ищется. А Николаю Александровичу Козыреву удавалось с первого практически раза наблюдать те явления, которые являются уникальными. Последние годы жизни ученого были омрачены бесконечными препонами, которые ему чинили в Пулковской обсерватории. Его заявки на оборудование не выполнялись. Его статьи, если и печатались, то в урезанном виде. Наконец, в 1979 году Козырева просто уволили из обсерватории по сокращению штатов. Скончался выдающийся астрофизик 27 февраля 1983 года на 1975 году жизни. Поэт Андрей Вознесенский очень точно назвал его небесным интеллигентом. Об ученом он написал так «Умирают в пространстве, живут во времени». Великий астроном прошел первым по извилистой дороге времени. Нам он завещал изучать свойства времени, поскольку только время откроет нам законы космоса, глубины природы и Вселенной внутреннюю суть. Субтитры создавал DimaTorzok